МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за поджога сухой травы житель Петропавловска едва не лишился своего жилья. Сообщение о возгорании на улице Солнечное поступило на пуль диспетчера пожарно-спасательной службы днём 14 мая. Заявитель боялся, что огонь перейдёт на частный дом. Пожарные в течение шести минут прибыли на место, но из-за сильного восточного ветра пламя уже успело охватить несколько деревянных хозпостроек. Пришлось прокладывать рукавную линию от дороги. Общая её протяжённость составила около 100 метров. С пламенем пришлось бороться несколько часов. Через 45 минут после вызова возгорание удалось локализовать, а только часа через два полностью ликвидировать. Жилое строение удалось спасти, но пожар успел уничтожить пять хозпостроек. Сухая трава выгорела на площади 100 квадратных метров. Добавим, что в минувшее воскресенье это не единственный случай, когда пожарные выезжали на тушение сухой травы. Было аж 9 вызовов. Лидерами по количеству таких возгораний по-прежнему остаются Краевой центр и Елизовский район. Сотрудники МЧС призывают камчатцев не сжигать прошлогоднюю траву на дачных участках и полях и не разводить костры. Помните, что в ветреную погоду пал травы легко перерастает в неконтролируемое горение, в результате которого огонь может перекинуться на хозяйственные постройки, жилые дома, уничтожить дачный участок или большую площадь в лесу. В случае возникновения пожара звоните по телефону 01 или 101. Отголоски скандала с Петропавловской судоверфью. Третья инстанция арбитражного суда отменила решения, которые были вынесены в пользу группы лиц, присвоивших себе чужое. Речь идет об Андрее Обедине, который, будучи в сговоре со своей супругой Анастасией, другом Павлом Руденко и еще одной подельницей Татьяной Браже, незаконно завладели имуществом, принадлежащим компании Комкон Николая Куйбеды. Они пытались доказать свою невиновность в арбитражных судах, но третья инстанция поставила точку в этой истории, отменив предыдущие решения коллег, а также постановила признать различные соглашения недействительными, обязала ДВ Рыбку вернуть украденное Обеденным и компанией имущество СРВ законному владельцу. В эту компанию имущество отписывали якобы в счет образовавшихся долгов. Добавлю, что и чета Обеденных, и Павел Руденко сейчас проходят по уголовному делу о мошенничестве. Обошлось без жертв. Семь столкновений без пострадавших и шесть ДТП, в которых шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних получили телесные повреждения, произошли на полуострове за минувшую неделю. Как сообщили в Краевой ГИБДД, с 10 по 14 мая удалось поймать 12 пьяных водителей. Девять из них отказались проходить проверку. 59 пешеходов нарушили правила дорожного движения. 69 водителей сели за руль без прав, 108 не пристегивались. На стоянку спецхранения отправили 17 единиц автотранспорта. А с помощью средств видеофиксации выявили более 9 тысяч нарушений ПДД. Выход на воду разрешили в Карагинском районе и в поселке Палана с 15 мая. Запрет навигации продолжает действовать в Алюторском и Пенжинском районах. Выход на воду там откроют с 1 июня. Ранее 10 мая навигация открылась в Тегильском районе, 1 мая в Соболевском и Усть-Камчатском районах, 25 мая в Быстринском и Усть-Большерецком районе, а также в Алиутском округе. Раньше всех выход на воду разрешили в южных районах Камчатки. В Петропавловске, Вилючинске, Елизовском и Емельковском районах навигация открылась 15 апреля. Добавим до открытия навигации, на воду выходить категорически запрещено. В противном случае судовладельцы могут заработать штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Также это опасно для жизни. Прежде чем выйти на воду, необходимо проверить исправность своего маломерного судна и его комплектованность сертифицированными спасательными средствами. На борту должны находиться ракеты бедствия, спасательный конец Александрова. На всех, кто находится в лодке, необходимо надеть спасательные жилеты. Также, прежде чем выйти на воду, нужно провести освидетельствование маломерного судна на годность к плаванию в центре ГИМС. Спасатели напоминают единый номер всех экстренных служб 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен и с любой точки края, где есть охват оператора в сотовой связи. Тренировку по водной подготовке на реке Быстрой провели камчатские спасатели. В сборах приняли участие новички поисково-спасательного отряда, недавно принятые на работу, и уже опытные спасатели, отработавшие в нем не один год. Очень многие из вас берут очень узко, это маленький рычаг, не надо. Как правило, вот, где-то вот такая вот дистанция. 16 человек учатся работать на воде, управлять судами, обрабатываем спасение на воде, именно на реке, а также управление всевозможными водными транспортами. Это рафты, карамараны. Спасатели ходили на студни против течения, причаливали от берега к берегу к условному пострадавшему. После занятия отряд собрал лагерь и продолжил сплав по реке к конечной точке маршрута. По пути устраивали остановки для того, чтобы отработать отдельные упражнения по преодолению препятствий. Общая протяженность пути составила около 20 километров. Приобретенный опыт, как правило, очень помогает спасателям при проведении поисково-спасательных работ на водной акватории, в частности на реке Камчатского края. В июне запланированы сборы по водной подготовке в виде многодневных сплавов. По 500 тысяч рублей. Единовременные выплаты получат участники специальной военной операции из Камчатки, пострадавшие при исполнении воинского долга. Для материальной помощи бойцу необходимо обратиться с документами в Центр поддержки военнослужащих и членов их семей вместе с документами, которые будут выданы в госпитале. Если человек не может самостоятельно обратиться в Центр, то необходимо позвонить в Единый колл-центр края и заявить о возникшей проблеме. В этом случае Центр поддержки военнослужащих направит социального координатора, который отработает необходимые вопросы и поможет участнику спецоперации. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по телефону Единого колл-центра по номеру 8 800 141 400. Добавим, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отмечал, что участники спецоперации и члены их семей должны быть в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом. Торговлю просрочкой в камчатских магазинах обсудили в Заксобрании полуострова. Жители края неоднократно жаловались на продажу просроченных продуктов в торговых точках Вилючинска и Петропавловска. Особую тревогу вызывает то, что на прилавках есть и детское питание с истекшим сроком годности. Но призвать к ответственности нерадивых предпринимателей не удается по разным причинам. В том числе потому, что сейчас в стране действуют моратории на проверки малого и среднего бизнеса. Много у нас товаров без маркировки, то есть там отсутствуют сроки годности, когда произведены, до какого они хранятся. Просроченные продукты продаются, в основном много детского питания просроченного с истекшим сроком годности. Я считаю, что торговля просроченными продуктами, некачественными, это прямая угроза жизни и здоровью граждан, особенно детского питания просроченного. Депутат привел пример, что был зафиксирован факт того, что человек купил просроченное детское питание для детей до 6 лет. Но сотрудники магазина отказались возвращать деньги, а Роспотребнадзор отказал в наказании. Впоследствии выяснили, что без разрешения прокуратуры проверки не могут проводиться. У нас есть распоряжение генерального прокурора, которое нам регламентирует порядок согласования этих проверок. К запросам о согласовании данных проверок должны быть приложены какие-то материалы, подтверждающие необходимость проведения данных проверок. Если эти все материалы есть, то никаких препятствий к проведению проверок нет. То есть проверки согласовываются и никаких проблем нет. Если приходит просто запрос без подтверждающих материалов, то основания для согласования не предусмотрены. Просто так выйти на проверку нам не позволяет вышестоящая прокуратура и, соответственно, постановление правительства, которое это все делает. Если будут запросы с подтверждающими материалами, мы только за. На встрече сообщили, что с 2020 года поступило 121 обращение по фактам, в которых Управление Роспотребнадзора провело проверки. С учетом введенного моратория внеплановые проверки у нас не проводятся, только в исключительных случаях при угрозе причинения вреда по согласованию с органами прокуратуры. К сожалению, из всех жалоб, которые поступили нам на качество пищевых продуктов, ни в одном из обращений не было подтверждения фактов угрозы причинения вреда. Ни один из потребителей в учреждение здравоохранения не обращался, экстренных извещений в адрес управления не поступало. В связи с этим управлением большая часть обращений рассматривается в рамках профилактических мероприятий, то есть хозяйствующим субъектам выносится представление, предостережение. Отдельно отметили, что просрочка чаще всего встречается в небольших магазинах, так называемых шаговой доступности. Представители крупных торговых сетей Камчатки подчеркнули, что они постоянно контролируют качество товаров и сроки годности. Несмотря на то, что в стране действует запрет на внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, оставлять без должного внимания вопиющие факты нельзя. Об этом сказал по итогам круглого стола вице-спикер ЗАГСобрания Дмитрий Коростылев. Ситуация, на наш взгляд, весьма масштабная. Она не может не вызывать вопросов у депутатов законодательного собрания, у депутатов представительных органов муниципалитетов. Мы считаем, что сегодня проблема стоит остро в субъектах малого и среднего предпринимательства, ведущих свою деятельность в сфере торговли. И в данном случае попытка спрятаться за постановлением правительства, устанавливающего мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, она, по нашему мнению, является злоупотреблением правом со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства. Краевые депутаты по округам проведут соответствующие контрольные мероприятия в рамках депутатского контроля. Камчатцев же просят сообщать о всех фактах продажи некачественных продуктов питания. Рекомендуют обращаться в Роспотребнадзор. Высокотехнологичное солнцезащитное стекло использовали для остекления купола строящегося Камчатского театра «Кукол». Эти работы на объекте уже завершены. Ведутся внутренние отделочные работы, работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций. Плановый срок сдачи объекта – 24-й год, декабрь. Сейчас Камчатский театр «Кукол» работает на улице Максутова в краевой столице. Здание находится в аварийном состоянии. Новый просторный объект строится на проспекте Циолковского в микрорайоне «Горизонт». Под строительство отведен земельный участок площадью более полутора гектаров. Площадь здания театра составит более 9 тысяч квадратных метров. По проекту в здании будет зрительный зал на 250 мест и малый зал на 100 мест. Также там планируют разместить театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. В театре будут действовать более 15 студий и направлений кружковой деятельности. Рядом с театром благоустроят территорию для прогулок, а также место для парковки. Вкусное и разнообразное. Организацию детского питания в образовательных учреждениях Петропавловска проверил краевой депутат Валерий Калашников. Народный избранник посетил школы номер 24 и номер 5, где пообщался с педагогами и пообедал вместе с учащимися. Говорим с шеф-поварами, заходим на кухню, смотрим оборудование, сегодня пообщались с детками. Ну и хочется сказать, что сегодня это все произвело впечатление. Посмотрели меню, продукты свежие, все качественное. И самое главное, что сегодня дети говорят, что им это все очень нравится. И они даже готовы не учиться, а сидеть в столовой. Дети – наше будущее. И сегодня от питания много зависит. И, наверное, это самая главная задача, чтобы наших деток кормили вкусной, здоровой, вкусной пищей. Депутат отметил, что при составлении школьного меню очень важно уделять внимание калорийности и сбалансированности блюд. Для их приготовления закупаются продукты местного производства. В школьных столовах есть специальное современное оборудование, а меню разрабатывается на 20-дневный срок. Стратегия экономического развития Камчатки – инвестиции и кадровая политика. 13-й съезд предпринимателей стартовал на полуострове. Открытие прошло в пятницу, 12 мая, на площадке киноцентра «Лимонад» в Петропавловске. Мероприятие проходит при официальной поддержке краевого правительства, а основным организатором съезда является Камчатское региональное отделение деловой России совместно с торгово-промышленной палатой края. Мы все прекрасно знаем, что предпринимателям подразделена ключевая роль в социально-экономическом развитии региона. Мы видим, особенно в последние годы, мы видим, что существует активная, заинтересованная позиция в бизнесе. Мы видим соучастие в реализации социальных и экономических инициатив региона. Съезд предпринимателей – это одно из наиболее важных событий Камчатского бизнес-сообщества. В течение трех недель представители власти, общественных объединений и предприниматели будут обсуждать наиболее актуальные темы, касающиеся бизнеса и его развития. В рамках съезда будут организованы 13 площадок. Абсолютно разные вопросы сегодня поднимаются. Это и подготовка кадров, и внешнеэкономическая деятельность, и реализация инициационных проектов, и ряд других вопросов. Программа съезда весьма насыщена. На Камчатке отмечен рост субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуют свои проекты на территории края. Это значит, что развитие бизнеса есть, и это не может не радовать. Как рассказывают сами предприниматели, одну из ключевых ролей в развитии играет как раз съезд предпринимателей. Каждый раз это большой импульс, как для начинающих, молодых предпринимателей, так и для уже устоявшихся. Это куча новых идей. В прошлом году вообще, мне кажется, был прорыв. После форума было очень много интересных завязок, интересных проектов, часть из которых уже реализованы. Это все полезно. Ну, пусть не каждого предпринимателя это напрямую касается, но я думаю, каждый может найти здесь для себя круглые столы, на которых он может решить свои вопросы. Очень важно меняться мнениями, регуляторная среда, бизнес-климат. Вот в целом такие вот очень полезные мероприятия, оно позволяет чувствовать, власти позволяет чувствовать бизнес, а бизнес видит, как настроена власть. Чтобы принять участие в мероприятиях съезда, необходимо пройти регистрацию на сайте congress41.ru или по QR-коду. Итоги съезда подведут 30 мая на итоговом пленарном заседании, в котором примет участие губернатор Камчатки Владимир Солодов. Комплимент от шеф-повара или вишенка на торте. Вулканический пепел выпал в усть Камчатске. Но нет, близлежащие вулканы не извергаются. Предположительно, ветер решил, что тот пепел, который появился после извержения Шевелуча в середине апреля, не должен быть разбросан по всему полуострову. А следует ему находиться в одном месте. Выбор пал на усть Камчатск. Жителям рекомендуют соблюдать спокойствие и ходить в марлевых повязках. Все соцобъекты работают в штатном режиме. Обряды, национальные костюмы и блюда. Корягский обрядовый праздник Айюангыт отметили в Петропавловске в однодеревне на берегу Култушного озера. Этот праздник о мирном сосуществовании всех членов семьи и рода, бережном отношении к природе и ее обитателям. Айюангыт воспитывает любовь к природе, любовь к родине, чувстве гордости за свой народ и его наследие. Мы, конечно, хотели его 1 мая провести, потому что коряки его традиционно проводят в конце апреля, начало мая. Но вот у нас не получилось из-за погоды. Но надеюсь, что в последующем, именно в такой день, как 1 мая, этот праздник будет проходить. И в городе Петропавловске, Камчатском, он проходит впервые. В 2017 году мы впервые его провели на стойбище Кайнеран. И, конечно же, этот праздник пригласили старейшин именно с тех сел и районов, где традиционно этот праздник проходил. Гости праздника смогли увидеть проведение обряда под ношением огню. Обращение к священным местам и духам земли с просьбой о том, чтобы этот год был добрым, светлым и миролюбивым. Возле костра провели мастер-класс «Игры на пубнах» и игровую программу. На сцене перед гостями выступили национальные ансамбли, танцы которых зарядили людей своей энергией, пробуждающей весну. «Интересно детям показать вообще культуру нашей Камчатки, плюс, чтобы воочию увидели вообще, как это происходит. Обязательно. Все-таки они коренные Камчаталы должны знать свои корни, в конце концов. Мир, добро, джубль, для нашей земли. Мы постоянно ходим на эти праздники. Мы очень любим, заряжаемся энергией. В огне сожгли все беды, все войны. Поэтому мы счастливы. Очень хорошо. А мне все тут нравится, потому что музыка заряжает, вот эта вот музыка. И она такая близкая, по душе, родная, хоть кому, хоть какой нации. Я вообще рада всегда, когда наши праздники происходят, обрядовые. Они, во-первых, вдохновляют, у тебя сердце стучит. Особенно, когда слышишь звук в углу. Это вообще самое... Ну, это не передать слова. Гости обрядового праздника смогли попробовать национальные блюда. Добавим, что Айюангыт – праздник пробуждения природы, или, как его еще называют, праздник миролюбия. Он описан известным камчатским исследователем традиционной культуры коренных малочисленных народов Камчатки Владимиром Малюковичем в конце 60-х, начале 70-х годов 20 века. В копилке наград пополнение. Сборная Камчатки достойно выступила на Кубке России по судомодельному спорту. Соревнование проходило в Новосибирске с 5 по 11 мая. Команда, которая представляла полуостров, состояла из ребят, занимающихся судомодельным спортом в Центре технического творчества и Центре внешкольной работы. Этот кубок уже 28-й по счету. Он приурочен к 78-й годовщине Великой Победы. И надо сказать, что сборная показала себя очень серьезно. Потому что в классах радиоуправляемых яхт сборная Камчатского края заняла первое место, получила кубок. Также в классах скоростных моделей сборная Камчатского края тоже заняла первое место и получила кубок. А кроме того, конечно, сами ребята заняли большое количество призовых мест и первое место, и второе, и третье. То есть есть медали, есть кубки. И, конечно же, эти победы, это не крайние победы в судомодельном спорте и у судомоделистов Камчатского края. Редакция МассМедиа Камчатка поздравляет ребят с победой и желает успехов в дальнейших соревнованиях. А те, кто хочет заняться судомодельным спортом, могут записаться на занятия в Центр внешкольной работы на 4-м километре. Судомодельное объединение «Девятый вал» по телефону, который указан на ваших экранах.